Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня у нас мастер-класс, мы будем создавать рекламное объявление на наши видеоролики. Рассмотрим рекламу Google Ads. Очень многие спрашивали, как сейчас там настраивать, поменялся интерфейс, непонятно где эта настройка, как оптимизировать рекламную кампанию. Все будет в сегодняшнем видеоролике. Погнали! Для начала давайте покажу, что у меня получается в личном кабинете Google Ads, какая у меня сейчас статистика. Вот это рекламный кабинет моего основного канала. Здесь я поудалял все рекламные кампании, сейчас начал все с чистого листа. И в чем особенность? Сейчас у нас как раз в наше время очень многие ушли на удаленку в Google рекламе или предоставили модерацию объявлений роботам. Поэтому сейчас модерация такая своеобразная и не все рекламные объявления могут проходить. Но сегодня я вам расскажу, что сделать, что делаю я, чтобы тем не менее получать просмотры через данный источник трафика. Итак, у меня здесь есть одна рекламная кампания, создание сайта, места размещения. Дальше я в видео вам это покажу. Нас сейчас интересует статистика. Итак, вот у меня есть здесь ролик. Рекламное объявление типа Video Discovery. И мы видим, что было 18 тысяч показов. Из них 263 просмотра. Средний просмотр 77 копеек. Итого я потратил 204 рубля практически. Плюс было 10 дополнительных просмотров. Отметка нравится была, но подписчиков с этого ролика пока не было. Здесь в чем особенность? Видите, юридические требования. На Россию нет просмотров, потому что... Ну, дальше я вам скажу, поэтому вам будет интереснее смотреть данный видеоролик. И погнали еще один личный кабинет покажу. У меня на втором канале здесь больше уже рекламных кампаний, потому что я сейчас активно с этим работаю. Давайте посмотрим. Вот фрилансер. Источники размещения. Опять же, я размещаюсь на конкретных каналах. И мы посмотрим. Было 110 тысяч показов данного видеоролика, данного значка. Было из них 2228 просмотров. То есть, люди кликают и смотрят. Средний просмотр 53 копейки. Общая стоимость 1178 рублей я потратил на эту рекламную кампанию. Дополнительных просмотров 49. И примерно от 21 до 40 подписчиков данное видео мне привело. Это очень хорошие показатели. Может быть, у вас другие. Отпишитесь в комментариях. Обсудим. Я пока достиг вот таких моментов. Сейчас я вам скажу, как создавать такие же рекламные кампании, чтобы у вас было 50 копеек, просмотр 40. Может быть, у вас будет 20 копеек. Все, конечно, зависит еще и от тематики. В принципе, у меня тематика заработка, продвижение. Она немного дороже, чем другие сферы. То есть, вот таких результатов можно добиться. И давайте перейдем к созданию рекламной кампании. Для этого вам нужно зайти вот здесь. Нажимаете «Контент». Далее здесь выбираем ролик, который будем рекомендовать. Ну вот у меня 5 способов заработка. Только что сегодня ролик вышел. Вряд ли, конечно, алгоритмы автоматически примут этот ролик. Потому что не очень любят они, когда тема называется «Как заработать». Но, тем не менее, давайте попробуем. Для этого вот здесь мы нажимаем на 3 точки, дальше «Рекламировать». И нас перебросит в рекламный кабинет Google Ads. Если у вас там еще нет регистрации, то просто зарегистрируйтесь. Теперь мы переходим. Здесь у нас сразу же создается рекламная кампания. Но нам не нужно делать то, что нам предлагает YouTube. Потому что это прероллы, это коммерческий трафик. Это если вы продаете свои товары и услуги, тогда вы можете это использовать. Но нам прероллы перед другими роликами не нужно. Нам нужен видеоформат «Видеодискавери». То есть, чтобы мы показывали в поиске, чтобы мы были в рекомендациях, наши видеоролики показывались, и люди сами на них кликали. Тогда эффективность будет, конечно, больше. Для этого, смотрите, обратите внимание, нажимаем вот здесь внизу. «Перейти к расширенным настройкам». Итак, переходим. И теперь нам нужно руками будет создать рекламную кампанию. Нажимаем здесь «Интерес к бренду и товарам». Дальше «Видео». Здесь выбираем «Повышение заинтересованности». Видите, «Видеодискавери» или «Инстрим-форматы». Далее нажимаем «Продолжить». Сейчас у нас будет интерфейс настройки. То есть, здесь очень узкий таргет будет на аудиторию. Опускаемся в самый низ. Я обычно начинаю с видеоролика. Здесь нажимаем «Копировать ссылку на видео» и вставляем ее в эту форму. Все, она подхватилась. Теперь нам нужно выбрать формат видеообъявления. «Инстрим» с возможностью пропуска или «Дискавери». Выбираем «Дискавери». Теперь у нас есть предпросмотр. Видите, на мобильном устройстве и на компьютере. Здесь нам нужно указать заголовок и два описания. «Пять способов заработать деньги». Давайте вот так вот сделаем. Скорее всего, я думаю, не пропустят автоматические алгоритмы. А с поддержкой пока будет не связаться. Но я для вас покажу просто, как это все делается. Дальше делаем «Описание». «Личный опыт. Как заработать деньги в интернете». Вот так вот, да? То есть, у нас теперь есть и название, и описание первое, второе. Здесь название объявления. Я обычно вставляю ID этого видео. Чтобы нам его найти, нажимаем здесь «Сведения». И вот здесь сверху копируем вот эти буквы и цифры. И вставляем вот сюда. Ну, для меня так удобнее. Можете так же делать. Можете называть объявление, как вам нравится. Итак, здесь у нас подхватился сразу значок. Или мы можем выбрать то, что есть у нас в видео. То есть, топ-кадр. Итак, вот так у нас будет смотреться. Вот здесь вот нужно указать возрастное ограничение. То есть, например, вот 18+. То есть, я ставлю прямую линию и дальше делаю 18+. Это в заголовке. Если хотите себя еще и обезопасить, лучше, конечно, везде вставить. Вот так вот, да? Но, в принципе, как практика показывает, в заголовке должно быть достаточно до того, как все это произошло в мире. Но сейчас, так как алгоритмы работают, сейчас нужно и видеоролик тоже вставлять. И еще попытаться даже в названии видео в конце тоже 18+. Вот так вот сделать. И тогда, возможно, ваше объявление пройдет модерацию на Россию. То есть, давайте закрепим в названии заголовки 18+, в названии видео 18+, и в самом видеоряде 18+. Тогда вероятность больше, что вы будете таргетироваться на Россию. Далее, поднимаемся вверх. Здесь максимальная цена за просмотр. Я ставлю рубль, можно делать 50 копеек. Смотрите на ваше усмотрение. Давайте я сделаю рубль. Но, в принципе, начните с 50 копеек. Здесь, вот здесь вам нужно обратить особое внимание. Теперь мы можем продвигаться четырьмя путями. Первое – это места размещения. То есть, мы указываем, где будет показываться наша реклама. Ну, например, я обычно ставлю там канал Стас Быков. То есть, это мой второй сейчас канал. Я хочу, чтобы все, кто смотрит мой основной канал, у них справа в рекомендациях или в поиске показывался мой ролик. Но могу еще выбрать вот GarageBiz, тоже по моей тематике работает. То есть, вы выбираете здесь каналы или конкретные видео, видеоподборки, веб-сайты. Это нам не нужно. Мы будем таргетироваться только на YouTube. Итак, выбираем здесь в местах размещения. Или есть второй путь. Мы идем по темам. Выбираем темы, которые относятся к нашему ролику. И в этих темах уже есть целевой зритель. То есть, YouTube знает, кому показывать. Это второй путь. Третий путь – это ключевые слова. То есть, вы сами вписываете здесь ключевые слова. Например, как заработать. Относительно моей темы, да? И кто вводит данные ключевики, объявление мое будет показываться. И четвертый путь – это аудитория. Аудитория. То есть, изначально здесь уже есть аудитория. Вот варианты. Например, трудоустройство. Вакансия в сфере продаж и маркетинга. Это я уже выбирал. Да, можно найти вручную аудиторию. Поищите, например, краски. Красота и здоровье. И добавьте. То есть, это уже собранная аудитория, кому можно показаться. Здесь мой вам совет. Используйте только один источник трафика. Иначе вы очень сильно сузите выборку, и у вас не будет просмотров. А так вот я таргетируюсь или на места размещения, или по темам, или по ключевикам, или по аудитории. Здесь, конечно, экспериментируйте. Но, как вы видите, у меня вот есть по источникам и по ключевым словам. Наиболее эффективно, я считаю, конечно, можете и по аудитории, и по темам тоже экспериментировать. Здесь вы все равно увидите, какая будет выборка, какой объем и затраты. Если что, просто остановите рекламную кампанию. Дальше. Демография. Здесь, в принципе, я ничего не убираю. Все зависит от тематики. То есть, вы можете пол убрать в соответствии с вашей рекламной кампанией, кто ваша целевая аудитория. Здесь нужны настройки. Поэтому демография – это на ваше усмотрение. Здесь название группы объявлений. Давайте напишем. Фрилансер. Заработок. Да, у меня тематика. Здесь нажимаем «Дополнительные настройки». «Конверсии». Здесь ничего не трогаем. «Устройства». Показывать на определенных устройствах. Я на телевизоре не таргетирую, потому что, ну, я считаю, это не очень эффективно. Пускай будут компьютеры, телефоны и планшеты. Дальше. Ограничение просмотров. Частота показов я делаю 7 в месяц, чтобы 7 раз в течение месяца одному человеку показывалось. И ограничить частоту просмотров 1 в день. Например, 1 просмотр в день или 1 в неделю можно выстоять. Здесь, конечно, нужно тестировать, смотреть. Если у вас очень медленно идут показы, тогда просто частоту нужно увеличить. То есть, это максимальное число просмотров на одного зрителя. Пускай будет 1 в неделю у нас стоять здесь. Отлично. Вот такое у меня значение. Дальше мы расширенные с вами дополнительные настройки сделали. Здесь исключенные типы и ярлыки. Я встраивание видео и прямые видеотрансляции я тоже там отключаю. То есть, моя тактика такая, зачем там показывать рекламу, если люди там занимаются своими делами, и им вообще эта реклама там не нужна. Дальше. Контент, подходящий для детей. Я галочку тоже здесь вставлю, чтобы исключить данный типа зрителя. Дальше. Тип ресурса. У меня стоит всегда стандартный. Это ограничение на мат в видеороликах. Можно выставить точные настройки ресурсов. Есть расширенные. Но у меня всегда стоит стандартный. В принципе, все подходит. Выше. Языки. Я делаю русский и все страны. Почему я это делаю? Потому что я знаю уже заранее, что на Россию, скорее всего, не пропустят. Поэтому мне желательно, чтобы мое объявление показывалось на все страны, кроме России. В других странах же тоже есть русскоговорящее население. Поэтому я выбрал язык русский, местоположение все страны. Но вы можете таргетироваться только на Россию, если вам это нужно. Просто для этого, чтобы у вас вот такого вот не было, смотрите, одобрено, но с ограничениями. Показы в России запрещены. Для этого нам нужно с вами в видеоролик ставить возрастное ограничение. То есть, там 18+. И чтобы, например, в начале 10 секунд, в середине 10 секунд и в конце 10 секунд. В принципе, такое должно проходить. То есть, важно показать прямо в видеоролике возрастное ограничение. То есть, прямо при монтаже нужно указать цифру. Иногда прокатывает, когда возрастное ограничение показано в видеоролике вот здесь вот в значке канала. То есть, у каждого канала здесь выскакивает вот значок. Вот у меня есть кнопка подписаться. Можно здесь сделать 18+, может иногда прокатить. Но это нужно общаться уже напрямую с техподдержкой. Сейчас работают алгоритмы. Они в автоматическом режиме. И поэтому просто может ваше объявление не пройти. И вот здесь вот еще обратите внимание сети. Что нам здесь нужно выбрать? Отключайте партнерские видеоресурсы и КМС. Это нам не нужно. Пускай видео наше объявление будет только в результатах поиска на YouTube и видео YouTube. Если хотите только в результатах поиска, тогда видео YouTube тоже отключайте. Но, как правило, пускай лучше остается. Потому что охват будет шире. И в итоге вот оставляйте результаты поиска YouTube и видео на YouTube. Мы с вами выбираем бюджет и даты. Здесь нам нужно выбрать дневной. И выбираем, например, 200 рублей. То есть, относительно вашего бюджета. Когда деньги закончатся, 500 рублей все скликают, то просто рекламная кампания остановится и продолжится уже завтра. Давайте я сделаю 200 рублей. Минимальная цена за просмотр оставляем как есть. И название видеокампании. Давайте сделаем фриланс. Фрилансер. Фрилансер и места размещения. У меня уже есть, конечно, такая кампания. Да, ну я просто для вас, чтобы вам было понятнее, создал еще одну кампанию. Итак, все. В принципе, мы сделали все основные настройки. Перепроверьте еще раз их. И вот так вот будет оптимально. Можно еще выбрать время, да, когда будет показываться ваше объявление. Здесь мы все с вами уже выбрали. И давайте нажимаем создайте кампанию. Сейчас происходит создание рекламной кампании. Проверяем еще раз. Здесь можем посмотреть. Отлично. Перейти к кампании. Еще раз повторю. Вот у нас места размещения. Видите, у меня здесь есть уже места размещения. Но это просто я создал для вас с самого начала, чтобы было понятно. Здесь, смотрите, группа объявлений, статус допущено, но нам-то нужно, чтобы было допущено объявление. Поэтому переходим здесь объявление и смотрим на рассмотрение тип объявления Video Discovery. Здесь для удобства я вам рекомендую сделать столбцы, изменить столбцы. Дальше все действия на YouTube. Отметки мне нравятся. Дальше доп. просмотры, публикации можете оставить и подписчики. Отлично. Нажимаем сохранить. И теперь эти столбцы у нас здесь появились и мы сможем с вами посчитать потом после прохождения рекламной кампании уже цену одного просмотра и одного подписчика. Здесь все будет видно. Также я вам еще рекомендую связать свой личный кабинет Google Ads с вашим каналом. Здесь заходим. Инструменты. Дальше связанные аккаунты. Опускаемся в самый низ. Сейчас у меня подгрузится страница. Выбираем здесь YouTube. Подробности. И вот у меня связь уже есть. Если у вас еще нет, то нажмите добавить канал. Вставляйте ссылку на свой канал и связывайте свой канал с кабинетом Google реклама. И таким образом у вас уже будет связка. Вся статистика. Вся аналитика. Все будет здесь потом видно после того, как будет запущена рекламная кампания. Если вам нужно сделать какие-то изменения, что-то вы вначале неправильно сделали или хотите изменить, то есть возможность изменить рекламную кампанию на уровне группы объявлений, объявления или вообще в целом рекламной кампании. Вот здесь вот заходим обзор и мы видим вот эту нашу рекламную кампанию. Как раз вот фрилансер. Места размещения 2. Да, я ее назвал. Здесь мы можем перейти в настройки. И видим статус компании. Цель. Бюджет. Меняется. Да, например, не 200 рублей сделать, а 100 рублей в день. Нажимаем сохранить. И все меняется. Сети. Также здесь видео. В результатах поиска и видео YouTube. Местоположение все странные. Язык русский. Максимальная цена просмотра у нас остается в автоматическом режиме. Стандартные ресурсы. То есть все здесь меняется. То же самое мы можем и настроить объявление. Переходим. Объявление. Вот он у нас пока на рассмотрении. Но мы сможем с вами его редактировать. Здесь нажимаем карандашик. Изменить. Но если мы изменим здесь предупреждение, оно снова отправится на модерацию. То есть там и название, и описание мы сможем с вами поменять. Но в принципе давайте подождем. Сейчас статус какой будет. Я домонтирую это в продолжение ролика. Так, прошло около 4 часов. Модерация пройдена. Но мне пришло письмо на почту. Давайте здесь тоже нажму F5. И посмотрим на статус нашего объявления. Так, идет обновление. И смотрим, смотрим. Отклонено сомнительное обещание. И еще одна категория. Россия. Но это ожидаемо. Я вам в самом начале видео сказал, что по теме заработка очень сложно в автоматическом режиме, чтобы рекламную кампанию утвердили. Для этого нужно связываться с людьми, которые там моделируют. А их сейчас, как правило, нет. Да, когда они будут, тогда проще будет с ними связаться. Но давайте посмотрим, что здесь, какие причины. Юридические требования России, это опять к тому вопросу, что нужно указывать в возрастной рейтинг, то есть 18+, прямо в видеоролике, в названии видео и в названии рекламной кампании, то есть рекламного объявления. Ну и также есть сомнительное обещание. Это относится, естественно, к теме заработка. Хоть мы и написали, то там мой опыт, 5 способов, как заработать в интернете. Это роботы модерации посчитали очень сомнительными обещаниями. Поэтому, если у вас тема не заработка, тогда рекламные кампании должны проходить. Таким образом, мы с вами создали объявление. Если бы оно прошло модерацию, мы с вами идем вот сюда. Инструменты настройки, сводка и пополняем свой счет. Когда деньги будут на счете личного кабинета, рекламная кампания запустится. Надеюсь, сегодняшняя информация вам была полезной. Оцените это видео лайком. И если еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. С вами сегодня был Стас Быльков. До новых встреч. Пока-пока.